Композиция Композиция – это строение, соотношение и взаимное расположение частей в единое целое. Любая композиция из растений – это объединение в гармоничное целое отдельных растительных форм. Существует три варианта расположения листьев на плоскости. Листья ориентированы на центр, листья сдвинуты в верхнюю часть листа, листья сдвинуты в нижнюю часть листа. Например, крупный лист в левой части может уравновесить небольшой листок в правой части листа. Композиция красиво смотрится, если она расположена в центре листа бумаги. Для основы композиции используйте плотные листы бумаги. Готовую работу всегда сушите под прессом. Орнамент – это повторяющийся узор. Со времен своего возникновения и до нашего времени орнамент остается важным средством оформления художественных произведений декоративно-прикладного искусства. Изделия из дерева и металла, из глины и стекла, разнообразного текстиля. Минимальная площадь повторяющегося рисунка называется раппортом. Узор может быть плоским и объемным. Плоский узор создается посредством полного или частичного наложения одной формы на другую путем взаимопроникновения этих форм. Мотив – это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из множества элементов, пластически связанных в единое целое. Все орнаментальные композиции подразделяются. Ленточный орнамент. Раппорт многократно повторяется, развиваясь в одном направлении. При этом мотивы в ленточном орнаменте могут располагаться по прямой линии. Такой орнамент называется прямой полосой или полосным орнаментом. В некоторых случаях раппорт повторяется по кривому контуру, называясь при этом каймой. Центрический орнамент основан на центрально-осевой симметрии, когда раппорт вращается вокруг центральной оси. Мотивы в таком орнаменте размещаются от центральной точки. При составлении орнамента из листьев существует два главных правила. Первое. Не срезайте листья, а подбирайте нужные по форме и размеру. Второе. Клей наносите на прожилки листа капельками. При составлении композиции из природных материалов также можно использовать в качестве соединительного материала пластилин и вату. Сегодня на уроке вы познакомились с такими понятиями, как композиция, орнамент. Узнали главные правила при составлении композиции и орнамента.